Древний Рим 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 телесных утех. Впрочем, не следует начинать свой труд с упреков. Они не порадуют читателей. Поэтому расскажу, как перед лицом опасности римляне умеют объединяться ради общей цели. В 169 году во время консульства Сервилия на Рим обрушилась беда. К городу подошла враждебная армия народа вольсков. Одновременно в городе вспыхнуло восстание плебеев. Плебеи радовались беде во всем веня патрициев. Подним, сдят за своеволие патриции! Да, так им и надо! Отдадим их на расчесание врагам! Отдадим! Они презирали нас, коренных жителей Рима! Что ж, пусть теперь сами берутся за оружие и защищают свои дома от врагов! Мы не станем проливать кровь за их богатство! Пусть отдают свое ополчение! Пусть да, идут и защищают Рим сами! Патриции, собравшись в Сенате, упали духом и не знали, как и быть в такой ситуации. Они решили просить помощи у консула Сервилия. Сервилий, у нас были споры с тобой. И Сенат был не всегда прав. Но сейчас не время вспоминать старые обиды. Народ тебя любит. Выйди к ним, скажи плебеям речь. Если мы не объединим свои силы, Рим умрет. Хорошо. Я забуду о нанесенных мне обидок ради... ради спасения Рима. Народ! Рима! О, смотрите! Консул вспомнил и о нас птичем! Что скажет Сервилий? Что? Враг у ворот! О чем сейчас можно думать, кроме войны? Все на защиту родного города! Я издал указ, чтобы никто не держал римского гражданина боковых и неволей. Все вы свободны. Никто никому ничего не должен. Сейчас каждый, неважно, плебей он или патриций, должен думать только о том, как отразить врага. Нет у нас более важной цели. Да! Давай долги! Свободу! Да! Да! Давай долги! Давай! Свободу! Записывайтесь в консульское войско! Да! Девушки, милый! Пиши меня! И меня! Запиши в свое войско! Я! 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 Не указа о списании всех долгов, все бывшие должники поспешили записаться в войско и принести присягу. Из них составился большой отряд, и никакой другой не выказал столько доблести и усердия в сражении с врагами. Хочу рассказать и о том, что наш великий герой Фурий Камил уничтожил главного соперника Рима, столицу Этрусков, город Веи. Этот город был красою Этрурии. Изобилием оружия и числом воинов он не уступал Риму, блистал богатством, пышностью, роскошным укладом жизни. И дал римлянам немало замечательных сражений, оспаривая у них славу и господство. И вот этот давний спор нужно было прекратить. Камил осадил город. Но толку от этого было мало. Этруски хорошо подготовились к осаде. Тогда командующий велел сделать подкоп под неприступные стены Веи. Чтобы отвлечь внимание от копающих, он предпринял атаку. В это время в главном городском храме, посвященном Гере, которую этруски называли на свой лад Уни, глава этрусков молился об избавлении от врагов. О, мать нашего народа, великой Уни, прими в дар эту жертву и избавь нас от римлян, осаждающих твой город. Есть ли какие-нибудь знамения, жрец? А есть. Уни дарует победу тому, кто завершит это жертвоприношение. А кто это может сделать, кроме тебя? Слова этруского шреца услышали римляне в подкопе. Они тут же взломали пол, и с криком, со звоном оружия появились в храме. Когда были открыты городские ворота, Камил прошел в храм богини и завершил жертвоприношение. Предсказание сбылось. Впрочем, я готов признать, что рассказ этот походит на басню. Есть и другой, за достоверность которого я не ручаюсь. Он о том, как Камил спросил у статуи богини, согласна ли она переехать в Рим. И якобы она ответила согласием. Не стоит смеяться над чудесами. Иногда они и вправду происходят. Зато достоверно известно, что многие плебеи захотели оставить свои лачуги в Риме и переселиться в Веи, в богатые дома этрусков. И понадобилось все красноречие Камилла, чтобы убедить их, Римляне должны жить в Риме. Римляне! Ответьте мне, зачем мы воевали за наш родной город? Зачем возводили вокруг него высокие стены? Даже тогда, когда к нам ворвались некие галлы, мы оставались верны своим богам. Что же теперь, когда мы одержали победу над этрусками, надо бросить Рим и перебраться во мражескую столицу? Разве после этого вы сможете называться гордым именем римляне? Или отныне вас следует называть новыми этрусками? Нет! Мы римляне! Мы римляне! Мы римляне! Ну а допустим, здесь, в этом городе, по злому ли умыслу, или случайно вдруг случится пожар, и пламя пожрет большую часть веи, вы что, начнете снова искать, куда бы вам переселиться? Никуда мы не пойдем! Не пойдем! Мы римляне! Мы римляне! Я скажу вам, что любовь к родине не зависит от построек и бревен. Когда я был на чужбине, то всякий раз, когда мне вспоминалась родина предмысленным взором, вставали вот эти холмы, поля, тибр, места, где я родился и вырос. Посмотрите, и вы вокруг. Здесь находится Капитолий, о котором было знамение, что это место будет главным в мире. Здесь находятся наши древние боги Ювента и Термин. Здесь огонь верстый! Здесь щит, упавший с неба! Здесь все боги, которые благосклонны к вам, доколе вы сами здесь! Мы родились в Риме и умрем здесь! Умрем в Риме! Пусть теперь издеваются над поклонниками старины, но я не думаю, чтобы в государстве мудрецов, которые сочинили философы, правители могли быть достойнее и равнодушнее к власти, а народ спокойнее и благоразумнее, чем в Риме. Желание центурии и младших посоветоваться со старшими, о том, кому вручить власть, кажется сейчас почти невероятным. Ведь столь мало ценится в наше время даже отеческое суждение. Мы же закончим рассказ о первом римском историке, его афоризмом. Ни один отдельный гражданин не должен стоять так высоко, чтобы его нельзя было, согласно законам, призвать к ответу. Ничто так не отвечает равенству и свободе, как возможность привлекать к суду любого и даже самое могущественное лицо. На этом основании и строилось римское государство, о котором писал Тит Ливий. Субтитры создавал DimaTorzok